приветствуем наших подписчиков и гостей канала астрора друзьям и вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы уделяем внимание иконам покровительницам и поговорим о том какая же у каждого икона покровительница по дате рождения обязательно досмотрите это видео до конца выпишите себе иконы и попросите чтобы ваши члены семьи также имели такую икону ну а прямо сейчас подпишитесь на канал астрора ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кому вы знаете что это видео и эта информация будет полезна и важно вы знаете все мы люди в минуты отчаяния идем в церковь и поклоняемся образом святых прося у них заступничество при этом мало кто знает что своя икона покровительница которая призвана оберегать и вести нас по пути господу имеется у каждого человека и далее давайте вместе с вами определим какая же у вас икона по дате рождения и так если вы родились с 23 ноября по 21 декабря вашем доме следует расположить иконы божьей матери тихвинская или знамение первое защитит вас от вражеских сил поможет при бесплодии и отведет беды 2 позволит обрести мир и покой исцелиться от страшных болезней спастись во время пожаров и любых стихийных бедствий асба избавиться от неприятелей и завистливых людей чистая неустанная молитва перед обеими этими иконами позволит каждому верующему человеку успокоиться и примириться с недостатками этого мира следующая икона покровитель покровительница для тех кто родился с 22 декабря по 20 января и ваша икона покровительница по дате рождения державная перед нею молятся о здравии близких людей восстановление после изнурительной болезни нахождение любимого человека наставление на истинный путь а также разрешение финансовых проблем установление покоя исцеление душевных травм к ней приходят для того чтобы найти правду и сердечную радость обрести мир и усмирить вражескую злобу далее с 21 января по 20 февраля здесь особо поклоняться стоит образом которые запечатлены на иконах владимирская и неопалимая купина первая икона поможет укрепить веру и встать на путь истинный исцелить болезни глаз и даже сердца а вторая икона неопалимая купина убережет вас от вражеских сил от воров от молний и пожаров особенно она защищает врачей пожарных военных и летчиков далее если вы родились с 21 февраля по 20 марта вам следует заказать и разместить в красном углу икону богоматери иверская она поможет защитить ваш дом от нежелательных гостей пожара и иных напастей а также даст утешение в момент отчаяния и внутреннего бессилия при этом просить помощи у иверской богоматери можно не только за себя но и за своих друзей близких и врагов далее если вы родились с 21 марта по 20 апреля преклонять колени в молитве стоит перед казанской иконой богородицы со стародавних времен к этой покровительницы обращались не только простые люди но и князья с царями она неустанно помогала вернуть потерянное зрение побороть врагов излечить телесное недомогание а также обрести истинную веру справиться с разными сложными ситуациями молиться казанской бога-батери можно каждому верующему человеку но особенно это стоит делать матерям тех ребят которые отправились на службу в армию родителям новобрачных и семейным людям чей брак находится под угрозой далее если вы родились с 21 апреля по 20 мая и вам покровительствуют иконы иверская и споручница грешных о том в чем помогает первое мы уже говорили ранее а вот перед споручницей грешных молится об обретении веры отпущение всевозможных грехов избавление от тяжких недугов и уныние стоит заметить что особенно почитают эту икону трижды в год в четверг пятидесятницы 20 марта и 11 июня если вы родились с 21 мая по 21 июня то вам стоит иметь своем доме сразу три иконы это владимирскую это неопалимую купину и взыскание погибших а значение первых двух мы уже говорили ранее а третья поможет вам обрести веру и в то что в этом в мире все же есть что-то хорошее а также найти покой и умиротворение преодолеть разные недуги удачно выйти замуж наладить отношения в семье и также стать более мудрыми и терпеливыми далее если вы родились с 22 июня по 22 июля рожденным в этот период покровительства вот период покровительства следует искать пред иконами казанской богоматери и всех скорбящих радость которая способна защитить это все от врагов и всевозможных болезней помочь одолеть скорбь и уныние а также спасти от бедности перед обоими образами нужно молиться чтобы обрести душевные силы и выйти с достоинством из любой сложной ситуации далее если вы родились с 23 июля по 23 августа защиты можно искать у иконы покров пресвятой богородицы которая является одной из самых почитаемых православие молиться перед ней за себя и за близкого человека следует только с чистым сердцем просить можно о защите родины дома отдаление внутреннего врага исцеление от различных хворей также улучшение финансового положения обретение любви избавление от грусти и уныния далее если вы родились с 24 августа по 23 сентября вам нужно приходить в церковь и молиться пред иконами неопалимая купина и страстная на которой изображена богородица смиренно несущая своего ребенка навстречу грядущим страданиям перед этим образом богоматери можно молиться и abs об исцелении душевных и телесных болячек укрепление веры приобретение надежды любви избавление от переживаний и пагубных страстей изгнание мыслей о самоубийстве а также защите дома от пожаров и иных бедствий если вы родились с 24 сентября по 23 октября то молятся чаще всего пред иконами неопалимая купина почаевская и воздвижение креста господня почаевский образ богоматери являл уже немало чудес этому миру он помогает встать на праведный путь обрести или укрепить веру исцелить от видимых и невидимых болезней наладить отношения в семье защитить обитель от воров и незваных гостей также избавиться от нечистых помыслов и духовно усовершенствоваться далее если вы родились с 24 октября по 22 ноября все вам непременно стоит купить в церкви и поставить в доме иконы девы марии скоропослушница и иерусалимская первая помогает родить легко и без осложнений также уберечь своих детей от напастей и всяких болячек найти ответы на разные вопросы найти выход из сложной ситуации а также улучшить зрение и избавиться от целого ряда заболеваний а вот вторая быстрее избавиться от скорби и уныния а также от всевозможных телесных недугов одолеть врагов сберечь семейный очаг она обязательно должна быть при себе особенно у путешественников так как позволяет избежать разных неприятностей в дороге